добро пожаловать на канал чудесный огород уважаемые зрители друзья канала сегодня середина октября 2018 года и видео будет посвящено обзору таких культур как лук чеснок морковь капуста для новых зрителей позволю себе напомнить что мы живем в северном казахстане ориентировочно это юг западной сибири и у нас резко континентальный климат несмотря на то что зима 2018 года была очень холодной и бесснежной также была затяжная весна холодный июнь от этого растения конечно страдали и опаздывали в своем естественном развитии почти на месяц но все-таки год нас порадовал хорошими урожаями и как говорится с божьей помощью овощей выросла в достатке и даже некоторые культуры дали урожай с излишком обижаться не стоит начнем обзор с лука и чеснока лук мы сажали из севка который покупали в магазине сеяли семенами и также у нас был севок крупного лука шалот лук из севка вырос хороший урожаем мы довольны мы его начали кушать с конца июля и все заготовки на зиму делали с луком со своего огорода лук шалот крупный сорт тоже порадовал нас своим урожаем правда головки в этом году немного мельче чем 2017 году но все-таки урожай неплохой также всегда мы на своем огороде сажаем лук шалот мелкие сорта это очень благодарный лук неприхотливый его в избытке хватает и на посадку на следующий сезон более крупные головки хорошо пойдут для салатов а мелкие мы сажаем зимой в горшочки для выгонки на зелень уважаемые зрители как вы могли заметить у нас на огороде растет и крупный и мелкий лук шалот хотя это один и тот же сорт но они отличаются по вкусовым качествам все-таки для салатного назначения больше подходит мелкий лук шалот он намного сочнее и вкуснее следующее на что я хотела бы обратить внимание это лук из семян нас в этом году он разочаровал головки очень долго не завязывались и от этого наросли мелкими части зимового чеснока у нас вымерзла потому что как я уже говорила ранее у нас была малоснежная зима и сильные морозы а часть осталась но он конечно вырос мельче обычного для нашей семьи чеснока хватит все домашние заготовки и блюда мы готовим со своим чесноком зимового чеснока в этом году мы посадили небольшую грядочку у нас он остался с прошлого года а как мы знаем что яровой чеснок хранится до двух лет в общем урожай неплохой для этого года для нашей семьи хватит перейдем к моркови на нашем огороде моркови уродилась много вся она хорошая не крупная как раз как мы любим если сравнить с 2017 годом то урожай ничуть не хуже чем в прошлом году плоды все ровные уродливых практически не было сеяли мы разные сорта на одной грядке у нас росли такие сорта как самсон лосиноостровская и соломон а вот на этой грядке росла морковь сорта чукотский стиль на упаковке было написано что морковь ранее мы ее и посеяли как бы для раннего урожая но у раннего урожая к сожалению не получили а убрали ее вместе с остальной морковью вот сейчас осенью плоды у этого сорта красивые ровные вкусные сочные но на фоне других сортов семена довольно недешевые и в то же время их очень мало в упаковке не думаю что мы будем сеять этот сорт на следующий год а вот для раннего урожая мы всегда сеем как ни странно бы не звучало сорт королева осень он всегда нас выручает и мы можем покушать уже свою морковочку очень рано так как этот сорт очень быстро растет и в молочной спелости он вкусный и сочный но если вы ее оставите расти до осени из этого сорта вырастут очень большие плоды похожие на кормовой морковь можно сказать даже гигантских размеров 1 морковь бывает достигает от килограмма и выше поэтому мы ее выращиваем только для раннего урожая и к сожалению показать весь урожай моркови я не могу так как мы ее употребляли в течение всего лета и концу осени у нас ее уже не осталось капуста раннюю капусту уже несколько сезонов мы сеем фирмы русский огород заполярье очень вкусная сочная и устойчивая к растрескиванию мы сняли двойной урожай ранний капусты с одного корня вот сколько на одной кочерыжки повторно наросло качанчиков и они довольно упругие а вот мегатон средний поздний гибрид в этом году нас не порадовал также стиле семена от фирмы русский огород качаны выросли крупные но почему-то в конце августа начали трескаться очень плохо хранились поэтому нам пришлось снять урожай вот остался один только качан чаще всего сорт мегатонны берем голландской селекции всегда вырастала прекрасная капуста и долго хранилась несмотря на то что она средне позднее но в этом году вот русский огород нас немножечко подвел капуста на хранение первый сорт это амагер 2 московская позднее этот сорт приземистый очень нежный из-за этого подвержен растрескивание что не есть хорошо это сорт колобок выросли очень хорошие кочаны и довольно услуги и сорт каменная голова хотя у этого сорта не бывает больших кочанов зато она прекрасно хранится почти до самой весны и напоследок цветная капуста в этом сезоне очень плохо она почему-то сходила мне пришлось ее даже несколько раз пересеивать может быть из-за того что была земля холодная потому что цветную капусту мы сеем непосредственно в грядке кочаны завязались поздно спасибо теплому сентябрю соцветия успели вырасти и цветной капусты мы сняли очень богатый урожай уважаемые зрители а на сегодня я заканчиваю свой видео обзор спасибо вам большое за внимание желаю вам всего самого замечательного прекрасного настроения крепкого здоровья и успехов во всем до новых встреч пока пока